В маленьком судебном зале слушается дело о больших деньгах. Пострадавшая сторона Министерства обороны. Федеральные чиновники выделяли деньги для изготовления памятников ветеранам. За четыре года в Липецк направили миллионы рублей. В период с сентября 2007 года более точная дата следствия не установлена. По 4 июля 2011 года Ритонский является организатором членов организованной преступной группы. Путем обмана и скоростных побуждений совершил хищение денежных средств федерального бюджета в особо крупном размере на общую сумму 39 миллионов 29 тысяч 715 рублей. Андрей Ритонский – учредитель фирмы «Мемориал» на скамье подсудимых вместе с директором похоронного бюро Натальей Ивановой. Именно они, по версии следствия, и провернули аферу за счет государства. В ходе следствия установлено, что даже есть те случаи, когда памятник был оплачен пять раз, а на могиле устанавливали или родственники умершего, или вообще там памятник не было. Следователь по особо важным делам Александр Пронин ввел это дело. В полиции остался богатый архив. Выяснилось, что для изготовления памятников нужен лишь фотошоп. На одной и той же надгробной плите меняли лица, даты, фамилии и отсылали фотоснимки в Москву для отчета. Семь тысяч памятников и все на фотографиях. Заметать следы подсудимые начали сразу же после возбуждения уголовного дела. На склад мемориала завезли более двух с половиной тысяч стел, но установить не успели. Все памятники арестовала полиция. Сами подсудимые до марта 13-го года были в статусе свидетелей. Но когда Ритунский засобирался во Францию, его все же решили арестовать. Сейчас он находится на свободе под залогом в 10 миллионов рублей и с предъявленным обвинением готов поспорить. Нет, не согласен. И виновным себя не признаю. Все остальные вещи услышите в суде, хорошо? Слушать придется долго. В уголовном деле 267 томов. Если вина подсудимых будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Светлана Федоренко, Тимофей Астахов, ТВК Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова